здравствуйте мои дорогие джаночки добро пожаловать ко мне на кухню и сегодня я к вам с одним замечательным очень легким и скажем так почти вегетарианским рецептом скорее не почти а на самом деле вегетарианским потому что сегодня готовить будем без мяса так что любителям мяса сегодня не повезло но ничего в следующий раз и так давайте я вам покажу что у нас сегодня будет и перейдем дальше дорогие что мы сегодня будем делать сегодня у нас будет просто отварная картошка разделенная на две части которую мы начиним вот этими шикарными тушеными овощами и конечно сверху посыпаем сыром и запечем в духовке вот такая красота сегодня у нас будет так что поехали в первую очередь я пропарю брокколи добавляя буквально две столовые ложки воды не более накрываем крышкой и оставляем тушиться две минуты пока брокколи тушится я подготовлю картошку картошка у меня уже отварная завалявшиеся в холодильнике я позавчера делала салат у меня осталось еще три штучки поэтому я решила сегодня вот сделать такую красоту просто нарезаем и и вот так на пополам открываем и вот таким таким образом вот так вот превращаем вот это в какую-нибудь лодочку не очищая нам нужно вот такая вот красота сразу соли и перчим все и точно так же поступаем со следующей картошечкой и переходим брокколи брокколи тоже уже готова протираем сковородку добавляем маслица добавляем морковку паприку фенхель рассыплю в поменьше дадим хорошо обжариться вот этой всей красоте если у кого-то нету фенхеля вы можете взять лук обыкновенный лук переложим картошку сразу форму вот так это выглядит у меня обжаривать долго не нужно буквально две-три минуты пока овощи жарятся я быстро нарежу свежий зеленый лук его мы обжарим грибами вот такая красота получается прелесть получилось посмотрите в ту же сковородку где мы обжаривали овощи добавляем грибы без масла я специально так мало грибов делаю потому что у меня изобили терпеть не может грибы ни в каких форматах ни шампиньоны ни белый ничего тяжелый человек чуть-чуть обжариваем отправляем сразу же готово добавляем орегано соль немного крема дебальзамика белого как у меня последние даст такую кислиночку знаете размешиваем эту красоту овощи полностью готовы начинаем собирать картошка наша тут у меня сметанка намазываем по пол чайной ложки на каждую половинку картошки это нам еще понадобится ну а теперь выкладываем ой ой я забыла забыла девочки извините сыр обязательно по чуть-чуть это у нас типа клеющегося вещества клеющегося вещества да да а сюда я забыла но вы знаете уже что сыр нужно обязательно клей типа наш начнем теперь вот эту красоту выкладывать смотрите как это вы только посмотрите как это шикарно выглядит только взгляните вот такая красота получилась посмотрите теперь сюда сверху посыпаем немного сыра еще не нужно очень много просто чуть-чуть чтобы оно прихватилось еще чуть-чуть острым перчиком это на любителя еще обязательно обязательно это очень вкусно кедровые орешки сверху прямо вот так вот они там сразу и поджарятся кстати хочу вам дать хороший тип это тем дианочкам кто живет в Германии кедровые орешки это наши пиниенкерны по-немецки называются в любом азиатском или в любом турецком магазине вы их купите намного дешевле чем в любых немецких супермаркетах так просто чтобы вы знали отправляем итак я поставила на бройнукс грилен это у меня специальная функция в моем духовом шкафу вы ставьте как у вас быстрее она сверху грилит я не знаю как точно сказать все ждем здесь мне достаточно будет где-то около 10 минут может даже меньше так мои дорогие блюдо полностью готово вот красота красота смотрите какая прелесть какая прелесть получилась посмотрите какая сказка ну а теперь буду сервировать потому что это очень вкусно со сметаной сверху насыпаем по желанию конечно можете добавить лимончик это очень вкусно и тоже полезно хорошо сочетается но это по желанию вот 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 такая вот красота вот такую прелесть я вам сегодня предлагаю мои дорогие джаночки для всех тех кто соблюдает религиозный пост мои джаночки вот я вам приготовила потому что очень много джанулик спрашивала есть ли у меня что-то постное я буду стараться делать побольше постных блюд на время пока идет пост хотя мы сами к сожалению не соблюдаем пост вот нет я соблюдаю я ем меньше сладкого это честно это правда стараюсь есть мало очень мало сейчас конечно же придет моя и Сабель будет пробовать ну а я на этом с вами буду прощаться желаю вам всего самого наилучшего оставайтесь все мои дорогие в добром здравии благополучии не болейте не ругайтесь любите друг друга и обижайте друг друга будьте человечны и толерантны на этом до свидания до следующих встреч люблю вас очень с наступаем с наступаем и